Всем добрый день. Я очень рада, что вы нашли сегодня время для того, чтобы послушать наш вебинар. Сегодня мы будем говорить о последней версии продукта компании OsiSoft – PyCoreSite. Этот вебинар будет проводить инженер компании OsiSoft Анна Иванова. Здрасьте. А также в чате на ваши вопросы будет отвечать Максим Подколзин, также инженер компании OsiSoft. Привет. И я, Елена Шевченко, координатор по маркетингу OsiSoft Россия. И для начала я хотела бы рассказать о формате сегодняшнего вебинара. Эта презентация рассчитана где-то на 30 минут. В течение всего вебинара вы можете задавать свои вопросы в чате Максиму. Как это можно сделать, это показано сейчас на этом слайде. И для начала, пока еще все участники собираются, давайте проведем небольшой опрос. Итак, вопрос. Есть ли у вас опыт работы с PyCoreSite? Для того, чтобы ответить, вам просто нужно выбрать, кликнуть по варианту ответа, который вам подходит больше всего. Кстати, Лена, ты что ответила? А я ответила, что у меня нет опыта работы с PyCoreSite. Не переживай, насколько я вижу. Это примерно большая часть аудитории, две трети. Но я сегодня все расскажу. Собственно, для этого мы сегодня и собрались. И покажу по порядку. Я думаю, что все ответили примерно. Это очень, на самом деле, для процента радует, что сегодня все не зря пришли и преследуют след, чтобы получить знания и навык, может быть, работы с нашими приложениями. Так, давайте вернемся в презентацию. Как уже сказала Лена, меня зовут Иванова Анна. Я инженер от PyCoreSite. И сегодня буду проводить этот вебинар. Коротко о содержании в формате нашей сегодня с вами беседы. Сначала мы дадим небольшой обзор и разберемся, для чего нужен CoreSite. Затем посмотрим веб-приложение. Обе части затронем, как администраторскую, так и пользовательскую. И посмотрим, как это все выглядит на iPad. Итак, у нас есть четыре основных клиента визуализации. Это толстый клиент, это PyProcessBook и PyDataLink. ProcessBook предназначен для построения мнемо-схем, и для контроля технического, технологического процесса. DataLink предназначен для построения отчетности в Excel. То есть это настройка для Microsoft Excel. WebParts – это веб-части, веб-парты, которые необходимы и которые можно использовать, если у вас есть портал Microsoft SharePoint, и вы хотите там отображать свои данные из вашей пай-системы, пай-систем. Еще один тонкий клиент – это PyCoreSite. Здесь уже немножко другое направление. Для него необходим SilverLight. И, собственно, практически больше ничего не нужно. Если кому-то будет интересно, мы об этом можем поговорить немножко подробнее. непосредственно CoreSite и будет посвящен наш сегодняшний вебинар. Давайте посмотрим демо. В целом формат всего мероприятия сегодняшнего – это непосредственно само демо. Посмотрим, как это вживую выглядит, как это вживую работает. Итак, браузер – Internet Explorer. Есть администраторская страничка – CoreSite Admin. Что здесь можно настраивать и что возможно отсюда? Естественно, CoreSite работает как с PyS-серверами, так и с AF-серверами. Во вкладочке PyServer конфигурации мы смотрим, какие возможные и доступные у нас PyServer. Мы можем протестировать связь непосредственно с ними. Вот тот сервер, который у меня установлен сейчас на виртуальной машине. Кстати говоря, на моей виртуальной машине установлено все, как RefServer, PyServer и все необходимые части для работы системы. То есть у меня все на одной системе, на одной машине установлено. Соединение успешно, к PyServer подсоединилось. Хорошо. Что с AF-серверами? Для них есть отдельная вкладочка. Здесь мы тоже можем протестировать связь. Посмотреть, какие у меня доступные в рамках моего AF-сервера есть базы данных AF. И я могу здесь настраивать, каким разрешаю доступ для моих клиентов, каким не разрешаю. В моем случае я не против, чтобы мои пользователи имели доступ ко всем AF-базам данных. Подтверждаем мои изменения. Дальше непосредственно настройка самого CoreSite. Конфигурация CoreSite хранится в базе данных CoreSite на SQL Server. Здесь возможны два варианта. Когда все установлено на одной машине, то есть SQL Server и CoreSite, тогда в процессе установки автоматически будет создана база данных CoreSite на вашем SQL Server. В случае, если это у вас две разных машины, вы можете установить, точнее, вы должны установить сначала CoreSite на той машине, на которой он будет стоять, а на SQL-машине, потом используя скрипты, в которые тоже уже входит установочник, вы создадите базу данных для конфигурации. Еще одна интересная вкладочка, которую я хотела бы вам показать, это отчетность. Для администратора, я думаю, что она будет достаточно интересна. То есть посмотреть, кто имел доступ, кто создавал дисплей и так далее на вашей машине, то есть пользовался вашим CoreSite. У меня, скажем, не информативный отчет, потому что пользовалась только я, я являюсь администратором, а в реальной жизни это будет достаточно полезно и интересно. И домашняя страничка – это такой, в принципе, обзор того, что есть, к чему подключены и работает ли это. То есть для администратора, когда вы приходите утром на работу, это буквально полминуты посмотреть, визуально окинуть взгляд, все ли работает, все ли в порядке. Итак, мы с вами будем работать с AF-системой, при этом с базы данных Abacus Demo. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Итак, это My System Explorer, это клиентское приложение для работы с AF. Модель у нас создана таким образом, что это угольная электростанция, в которой есть четыре энергоблока, юнит 1, 2, 3, 4. В каждом из энергоблоков, давайте я вам покажу, есть пять мельниц угля, АБЦДЕ, перемалывающих уголь в пыль, и один регенеративный воздухоподогреватель. То есть это устройство для подогрева воздуха, направляемого в топку котельного агрегата, с целью повышения эффективности сгорания топлива. Это, естественно, не полная схема, но для нашей с вами демо, ее будет вполне достаточно для понимания вообще сути продукта и так далее. Итак, настроены таким образом, что у нас есть элементы, в них есть атрибуты, которые в основном представляют собой получаемые с пай сервера значения, есть какие-то вычисляемые значения, но об этом я поговорю чуть-чуть попозже. И это применимо для всех моих элементов. Как же с ними работать в CoreSite? Как видите, у меня пока никаких дисплеев не создано, ничего не создано. Давайте, собственно, создадим новый дисплей. Еще раз посмотрим. Да, навигация, если вы заметили, если вы активные пользователи последних версий наших продуктов, то вы наверняка увидели, что подобная схема поиска и подобная навигация сейчас применяется в наших последних продуктах DataLink, WebParts и CoreSite. То есть, когда вы перемещаетесь по поиску, по вашей структуре, здесь как раз сверху панель отображается, где вы сейчас находитесь. Какие еще варианты есть? Например, в Elemente Pennsylvania помимо Unit 1 есть еще 2, 3 и 4. Давайте посмотрим воздухоподогреватель, что там есть, какие атрибуты мы можем это поражать. Например, давление воздуха, давление газа на входе и на выходе. Я хочу их отображать на моем дисплее. Так, как я могу отображать? Давайте начнем с самого простого. Это значение Value. Давление, скажем, давление воздуха, газа в том же виде значения на входе и на выходе. Итак, здесь представлено мое значение. При этом, если я навожу на какое-то значение, у меня контекстное всплывающее меню подсказывает мне мое текущее значение, среднее значение и минимум и максимум за заданный временный промежуток и временную метку. При этом временный промежуток у меня, скажите, у меня элемент значения. А что за временный промежуток? Временный промежуток у меня указан на панели снизу. То есть, в моем конкретном случае это 8 часов. Это, естественно, все меняется. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Наименование. Как видите, здесь у меня указан полностью AirHeater, газонлет, и оно полностью не влезло сюда, потому что элемент слишком маленький. Как это можно менять? Это вообще можно менять или нельзя? Конечно, можно. Хотя, кстати говоря, в предыдущих версиях было и нельзя, но теперь уже можно. Есть несколько предложенных вариантов. То есть, например, имя элемента, имя атрибута, либо просто имя атрибута, либо любое имя, которое вы пожелаете, которое будет наиболее информативно для вас. Я, скажем, давайте оставлю только имена атрибутов, чтобы было мне понятнее. Да, если вы заметили, во время того, как я это все показываю, мне иногда мои значения подсвечиваются таким желтым, вот, как, например, сейчас только что было. Что это значит? Это просто новые значения, чтобы визуально было понятно, что значение обновилось. Что еще интересного? Интересное – это тренд. Предварительный просмотр тренда. Опять-таки, для моего конкретно взятого значения восьмичасовой тренд. Здесь, кстати говоря, есть такой небольшой разрыв. Лена, кстати, ты знаешь, почему вообще бывает такой разрыв и что это такое? Ну, у меня два варианта. Это либо пай-сервер не работал, перезагружался, либо оборудование не работало. Да, все правильно. Иногда я перезагружаю пай-сервер, в частности, я это сделала сегодня утром, и поэтому у меня такие разрывы. Спасибо. Что еще можно делать? Можно менять символ. В моем случае значение, например, на горизонтальный или вертикальный любой другой бар либо радиальную диаграмму. Тоже возможно. Имя, дисплей. Новый дисплей один. Ни о чем не говорит. Какое имя? Лен, какое имя? Есть предложение. Тут же о давлении говорит, значит, давление воздуха. Да, о давлении. Все правильно. Но у нас еще давление и воздуха, и газа, и все для юнит-1. Давай называем юнит-1. Гениально. Итак, юнит-1. Что можно еще делать? Какие возможные другие варианты? Задать дисплей как read-only, то есть только в режиме чтения. Если я, например, с тобой лент поделюсь им, то ты можешь только просматривать и никаких изменений не производить с ним. Если я поставлю паблик, ты можешь какие-то изменения вносить сюда. Если ты хочешь себе такой же дисплей, ты можешь сделать с него копию и уже какие-то изменения вносить, либо экспортировать данные, которые у меня есть на дисплее. Все это тоже возможно. Более того, это очень интересный и важный момент. Так как мой R-Hitter создан на основе шаблона, у меня есть такая опция интересная. Это Related Assets. То есть все другие элементы в рамках моей AF-модели, которые были созданы на основе того же самого шаблона, системы были автоматически определены и найдены. То есть на данном слайде, на данном дисплее у меня отображены только значения для юнита 1, но я могу отображать их для юнита 2, я могу их отображать для любого другого юнита, и это автоматически будет обновляться. Но меня пока интересует юнит 1. Давай создадим еще один дисплей. Все. Новый дисплей. Здесь будем работать уже, скажем, с юнитом 2. Да, а у юнита 2 есть дробилка, а в дробилке есть набор атрибутов. Например, расход угольного сырья. Его можно отображать, например, горизонтальным баром. Ну и зададим еще парочку значений, которые будем вертикальные бары или радиальные диаграммы. Какие возможности есть для них? Опять-таки, когда мы наводим, мы видим всплывающее контекстное меню, где указано текущее значение, среднее, минимум, максимум и временную метку. Временной интервал у нас опять-таки задается временной шкалой. Название можно менять. Текущее значение отображено еще и в правом верхнем углу, конкретно для горизонтального бара. И предварительный просмотр тренда тоже возможен. В принципе, похоже. Но поскольку мы говорим о юните 2, то есть о нашем энергоблоке 2, давайте я его так назову. Давайте создадим еще один дисплей. Уже посмотрим еще варианты, какие возможные у нас. И здесь у меня подготовлено для вас два атрибута. Два атрибута – это средний и максимальный расход угольного сырья. Причем угольного сырья по всем моим дробилкам. Буквально пару слов о том, как я это сделала. В моей F-модели, в энергоблоке 3, я рассчитываю средний и максимальный расход угольного сырья по всем моим дробилкам в единицу времени. Как это сделать? Сделаю это с помощью ABACUS. Это наша F-аналитика. Настраивается, на самом деле, все очень просто достаточно. С помощью функции ROLL UP. То есть, когда вниз по моей структуре пробегаются, значения собираются по всем, если вы заметили, дробилкам А, Б, Ц, Д, Е. И все call feed rate – это как раз таки расход угольного сырья – собираются и агрегируются значения средние и максимальные. Значения получаются и записываются в теги. То есть, я хочу еще и сохранять эти значения. Давайте их отобразим. Отображать будем… Мы с вами еще с трендом не знакомились. Давайте познакомимся с трендом. Скажем, за последний час. Да, если вы заметили, это все, опять-таки, достаточно интуитивно. И настраивается очень просто. Простым перетаскиванием мыши. Да, какой функционал возможен здесь? Мы можем отображать, например, средние, максимум и минимумы. То есть, система для нас это все сделает в зависимости от того, какие данные у нас сейчас отображены на нашем тренде. При этом мы можем шкалы задавать для наших значений. Да, это я увеличила интервал. Либо в зависимости от того, какие значения есть у нас сейчас отображены на тренде, и система автоматически подстраивает максимальное и минимальное значение. Либо мы можем брать эти значения из базы данных. Когда мы настраивали эти два элемента. При этом мы можем использовать несколько шкал. Сейчас у меня для каждого из атрибутов своя шкала. Либо одну. Одну общую для всех. Либо брать за основу, скажем, какое-то среднее мое значение. Видите, у меня максимальное значение сюда не входит. То есть, оно выходит за рамки максимального значения, за рамки 14. Но сейчас мне на график не попало. Мне этот график нравится. Я хочу его сохранить в так называемый карт. Давайте его назовем «Анализ Unit 3». При этом у меня сохраняются данные, которые отображены у меня на тренде. То есть, мое среднее, максимальное и временное интервал. Дисплей, естественно, мне нужно переименовать в «Unit 3». И давайте еще один дисплей создадим, чтобы посмотреть, как это работает. То есть, я могу мой сохраненный только что тренд отобразить еще раз на дисплее. Если вы заметили, поменялся и временной интервал, значения отобразились. Я, например, хочу сравнить его с таким же значениями, такими же средними и максимальными, но для «Unit 2». Я их тоже могу отобразить на тренде. И максимальное значение. При этом я могу заблокировать один. Если вы заметили, здесь в правом верхнем углу значок «Замочка». А для второго я могу менять временной промежуток. Скажем, 8 часов. И посмотреть, как они коррелировали друг с другом. При этом, если вы заметили, у меня маркер, если я навожу на нижний тренд, он автоматически, временной промежуток синхронизируется. И видно на верхнем тренде, если вы заметили, справа, когда эти два временных промежутка пересекаются. И что еще здесь очень интересное – это изменение символа. Да, мы с вами не смотрели только таблицу. Можно тренд конвертировать в таблицу. Что здесь интересного? Опять-таки можно смотреть предварительный просмотр тренда, можно смотреть минимум-максимум значений, значения, именования, задавать какие-то дополнительные столбцы. Например, вам понадобится стандартное отклонение. Если вам не нравится эта очередность, вы можете ее менять. Например, тренд вам нужен в самом конце. Пожалуйста, вы можете сделать так. По временной шкале еще интересные комментарии. Сейчас у меня задано 8 часов. Таких вариантов предопределенных у нас 5. Это 1 час, 8 часов, 1 день, неделя, месяц. Вы можете задавать какой-то вручную свой определенный, нужный вам временной интервал. Либо отматывать обратно в начало, скажем так, чтобы это все обновлялось. Кнопочка Now. При этом, если особо внимательно, наверняка заметили, что цвет при этом панели временной, он изменился с темно-синего на такой ярко-синий. Это означает, что у меня значение обновляется в реальном времени. И можно вручную менять также временную шкалу таким вот ползунком. Давайте его назовем Unit 2, так как это все-таки сравнение и Unit 3. Да, это, пожалуй, все по основному функционалу. Я практически укладываюсь во время. У меня осталось буквально 2 минутки, чтобы показать вам, как это все выглядит на iPad. Пока я переключаю, может быть, у кого-то возникли вопросы, Лен? Да, Аня, люди задавали вопросы, наши участники. Например, каким образом лицензируется продукт iCoreSite? К вопросу лицензирования. У нас лицензируется от 10 пользователей. Если говорить о цене, то я, на самом деле, человек очень маленький, я инженер, я неуполномоченно говорить о ценовых вопросах. Это нужно все к нашим директорам по работе с ключевыми заказчиками. Если вы не знаете, с кем непосредственно вы работаете, вы можете написать нам заявку на почту. И еще один вопрос был, Аня, к тебе. Какой сопутствующий софт требуется установить помимо самого PyCoreSite? На самом деле, его немного. Это роль веб-сервер, это IAS и Silverlight. Ну, Internet Explorer тоже. Было бы неплохо установить. Да, я уже почти все. Что я сейчас пытаюсь делать? Я сейчас пытаюсь на экране отобразить CoreSite. Да, это то, что мы с вами создавали сегодня все наши дисплеи. Соответственно, я могу открыть любой из них. Да, это вот наш, например, Unit 2, AWS Unit 3. Смотреть дисплей. Переходить по графикам. Например, вот так называемое пинч масштабирование. То есть, увеличение, уменьшение, сжатие временного интервала. Обновление. Кнопочка Now. То есть, ровно все то, что мы сейчас с вами видели и создавали, оно доступно здесь. Да, наши бары и значения. Соответственно, если вы заметили, здесь у меня значения отображены именно так, как я их переименовала. Без имени элемента, только имена атрибутов. А там, где я оставила имя элемента, слышь атрибут, они так и остались. То есть, ровно все то же самое. Я почти уложилась в свое время. Да, Лен, может быть, еще какой-нибудь вопрос есть? Аня, есть еще один вопрос. Есть ли версия для андроида? Ой, это очень хороший вопрос. Я бы хотела даже на него еще пошире ответить. У нас есть roadmap на сайте технической поддержки, где можно все посмотреть, где можно посмотреть, когда и что будет. На данный момент этого нет, но сейчас вам покажу. Я думаю, что большинство из вас знакомы с сайтом технической поддержки. Здесь непосредственно есть раздел курсайты, курсайт мобайл, где все, ничего не скрыто, все оно есть. Первый релиз мы ожидаем в начале следующего года для андроида. Естественно, наверняка возникнет вопрос, как так? Сильверлайта, при чем тут вообще андроид, как это будет работать? Все перепишем на HTML5. Ну, не я, конечно, а наши разработчики обещают это сделать. И, если я не ошибаюсь, еще очень часто задается вопрос такой, как же будет работать процесс буккер-сайт. Я тоже с удовольствием бы хотела это узнать. Пока еще демо-версии не видела, но жду ее вместе с вами с нетерпением в начале следующего года. За всеми обновлениями и планами, пожалуйста, на наш сайт технической поддержки в раздел по System Roadmap. Все. Или не все? Нет, не все. Да, еще пару комментариев по поводу наших стандартных сервисов. ОСА и софт SRP. Мы оказываем вам техническую поддержку на 24 на 7 на английском языке. У вас есть доступ к нашему техническому сайту технической поддержки, TechSupport.com, где только что было все обновления, вся техническая документация, в том числе на русском языке, это там. Кстати, говоря о русском языке и CoreSite, он локализован, документация вся на русском языке есть доступна. Дополнительные сервисы. Мы, собственно, непосредственно, в том числе и я, оказываем вам техническую поддержку на русском языке в числе работы московского офиса. В зависимости от размеров вашей системы мы можем предложить вам техосмотр, либо ваучер на тренинг, vCampus и мастер-класс по различным сценариям. Восстановление после катастроф, слияние серверов и так далее. А еще... Все! Нет, Лен, что-то у тебя еще, может быть, осталось? Аня, в первую очередь, хочу поблагодарить тебя за эту демонстрацию PyCoreSite. Ну, и я хотела бы еще занять немного вашего времени, чтобы рассказать, какие мероприятия наша компания запланировала на 2013 год. На ближайшие даты у нас запланирована серия вебинаров, посвященная применению PyCoreSite в электрогенерирующей отрасли, в электроэнергетике, точнее. Регистрация на эти вебинары будет скоро открыта на нашем сайте osisoft.ru. Следите, регистрируйтесь, мы вас будем очень ждать. Помимо этого, в августе мы запланировали серию вебинаров, посвященную применению PyCoreSite в нефтегазовой отрасли. Регистрация также будет скоро открыта на нашем сайте. Также мы приглашаем наших любимых и бесценных пользователей провести технический вебинар вместе с инженерами российского офиса. Если вы хотите поделиться опытом применения PyCoreSite с другими пользователями, пишите или звоните нам. Мы будем рады обсудить с вами возможные темы презентации. Также хочу поделиться с вами еще одной замечательной новостью. Теперь на YouTube у нас есть свой канал osisoft.ru. На этом канале мы выкладываем все записи наших вебинаров, презентации с наших конференций и много других интересных видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. В этом году мы будем проводить еще три тренинга в Москве. Расписание тренингов вы видите сейчас на слайде. Также подробно с содержанием этих курсов вы можете ознакомиться в разделе обучения на нашем сайте. Если вам это интересно, присылайте свои заявки на обучение к нам на электронный адрес russia-sobaka-osisoft.com. И последний анонс. В сентябре в Париже мы будем проводить крупную конференцию пользователей. Приглашаем вас всех. Регистрация уже открыта на сайте osisoft.com. А если у вас возникли вопросы, то пишите или звоните нам. Ну и на этом у меня все. До скорых встреч. Спасибо, что провели это время с нами. До свидания.